Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Сегодня пришло время рассказать вам про наушники, которые считаю одними из самых лучших. Если вы любите мощное, агрессивное, звонкое звучание, я сейчас говорю про самсунговские Galaxy Buds 2 Pro. Эти наушники, которыми я пользовался в последнее время, я вообще много в своей жизни использовал наушники от компании Samsung. Вот у меня Galaxy Buds Pro, есть предыдущие, Buds Plus и так далее. В общем, в принципе, я знаю, как должны звучать эти наушники, я знаю, как они должны сидеть внутри, какие у них есть плюсы и минусы, и поэтому мне, конечно же, было интересно послушать последние наушники от Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Так что давайте я вам расскажу свой опыт использования, что они из себя представляют, насколько хорошо работают, насколько хорошо звучат. Мы, конечно же, послушаем с вами микрофон и в целом подведем итог, наверное, того. 10 тысяч рублей вот эти наушники стоят? Стоят ли они этих денег? Меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Погнали! Сразу хочется отметить несколько моментов. Первое, это у Samsung уникальный дизайн. Это очень хорошо. Не пытается Samsung бежать за Apple, за Xiaomi, еще за кем-нибудь свой собственный дизайн. В этом есть и плюсы, и минусы. Ну, плюсы, конечно же, это в том, что это удобный дизайн. То есть эти наушники, когда вы засовываете в ухо, вы их вот оттуда вообще никак не выкинете. Во-первых, там есть специальный такой держатель, который прямо крепится внутри уха, и все. Анатомически он там сидит, и вы его не выкинете. Мало того, если заниматься спортом, если трясти головой, если снимать свитер, надевать шарф и так далее, вы не заденете эти наушники, они у вас не упадут куда-нибудь в грязь, и вы их не потеряете. Просто потому, что они настолько интересно сидят в ухе, что там нечему не цепляться. Это напрягает. То есть какое-то время, когда вы носите эти наушники, ну, если вы занимаетесь спортом, в целом не проблема. Но вот когда вы, например, сидите в самолете, и 2, 3, 4 часа, 5 часов сидите, слушаете какую-нибудь музыку, или смотрите киношку, вы прямо начинаете ощущать, что внутри уха у вас есть какая-то фиговина. Потому что эти внутриканальные наушники, они прямо закупоривают ваше ухо. С одной стороны, здесь есть активное шумоподавление, которое очень хорошо работает и глушит все, что происходит вокруг. Плюс есть, в принципе, физическое шумоподавление, потому что вы этими наушниками затыкаете ухо. Но с другой стороны, кому-то может точно не понравиться, когда вы чувствуете, что наушник находится в ухе. Потому что если взять какие-нибудь, например, AirPods, особенно если не прошки обычные, то вы в ухо вставляете наушник, и вы даже его не замечаете. Нет, эти наушники вы будете замечать. Поставляются они вот в таком классном кейсе, есть разные цвета. Очень приятный кейс на ощупь, он матовый, и сами наушники тоже матовые. Вес каждого наушника 5,5 граммов, сам кейс весит 43 грамма. Вообще все достаточно эргономично и удобно. Кейс очень приятно открывается, очень приятно закрывается. И вас может удивить, что здесь нету никаких кнопок. И вы такие, хорошо, а как тогда нам коннектить эти наушники к каким-то другим аппаратам? Понятное дело, что когда вы первый раз открываете, у вас наушники автоматически коннектятся к вашему устройству. Причем, если у вас есть Samsung, соответственно, у вас вылезает такая красивая плашечка, здесь все хорошо. Но если вы потом хотите приконнектить эти наушники к другим устройствам, если вы хотите, в принципе, сбросить настройки, то как это делается? Все очень просто, на самом деле. Когда наушники находятся в кейсе, вы нажимаете на оба наушника сверху на поверхность, которая отвечает за касание. Немножко подержали, все, у вас включается режим пэринга. Если подержали подольше, соответственно, у вас происходит сброс всех настроек. Запомните это, иначе вам придется искать инструкцию и вспоминать, как же это делается. Вот. Как я уже сказал, они хорошо подходят для занятий спортом. Во-первых, потому что у них мощное агрессивное звучание. Во-вторых, потому что они очень хорошо сидят в ухе. И в-третьих, потому что у них есть влагозащита IPX7. Соответственно, если у вас пот или еще что-то, вообще никаких проблем нет. Еще что круто. Здесь Bluetooth последней версии 5.3. Это, соответственно, более энергоэффективно. А еще это дает возможность лучше передаваться Bluetooth сигналу. То есть он лучше проходит сквозь тело или лучше проходит сквозь одежду. Если ваш телефон лежит где-нибудь в сумочке или сзади в кармане джинс, меньше вероятность, что будет какой-то разрыв. В каждом наушнике есть аккумулятор 61 мАч. А в кейсе у нас аккумулятор на 515 мАч. Тут стоит отметить, что эти наушники не являются рекордсменами по работе. Потому что от одного заряда, по сути, вы будете получать примерно 5-6 часов работы наушников с учетом того, что у вас, например, будет включено шумоподавление. И еще, конечно же, зависит от того, насколько громко вы слушаете музыку. Я слушаю музыку громко. Мне нравится, когда прямо мощно все звучит. Особенно я и музыку-то люблю. Знаете, вот включил Prodigy и погнали. Кстати, ставьте лайк, если вам тоже нравится Prodigy. Поэтому от громкости, конечно же, многое зависит. Плюс сам кейс. Аккумулятор не очень большой. 515 мАч. Соответственно, буквально 2-3 раза вы сможете зарядить свои наушники и все. Поэтому в целом у вас будет получаться примерно часов 20 вместе с кейсом. Ну, например, для сравнения, наушники, которые я всем рекомендую. Это OnePlus Buds Pro. Например, первый или второй. Они до 38 часов вытягивают с кейсом. То есть это практически в два раза. Чувствуете, да? Результат очень хороший. Но в целом, по большому счету, это не проблема. Потому что вы раз в несколько дней заряжаете кейс. И особо трудностей никаких нет. Плюс, если вы на 5 минут закинете наушники в кейс, они заряжаются. И вы час можете слушать музыку. Поэтому даже если в самолете у вас закончится аккумулятор, подзарядили и все хорошо. Кстати, у нас здесь есть и беспроводная зарядка. Наушники от нее тоже с удовольствием заряжаются. Так же, как от USB Type-C, который находится сзади. Кстати, наушники заряжаются не быстро. Кейс как проводным, так и беспроводным способом заряжается более двух часов. Многовато. Наушники поддерживают основные кодеки. Это SBC и AC. AC мы в основном используем, когда у нас разговор идет про технику компании. Apple SBC обычно используется среди большинства Android смартфонов. Также в этих наушниках используется специальный новый кодек от компании Samsung по названию Samsung Simless Kodek Wi-Fi. Это кодек, который может передавать звук в формате 24 бита. И это круто, что у Samsung есть возможность передавать высококачественное аудио таким способом. Другое дело, что вы им, ну вот просто так, практически нигде не воспользуетесь. Та музыка, которую вы слушаете при помощи Spotify, Яндекс.Музыки, ВКонтакте и всего остального, это MP3-шки. Пережатые, несколько раз законвертированные MP3-шки. Поэтому там говорить о высоком качестве звука нет. А так как большинство людей, наверное, 99% людей не являются какими-то аудиофилами, не слушают какую-то Loaseless Audio. Соответственно, по большому счету, то, что у нас есть этот кодек или его нету, глобально это ничего не меняет. Но круто, что он, конечно же, присутствует. Здесь есть поддержка Dolby Atmos и здесь есть поддержка пространственного аудио. Естественно, здесь есть режим прозрачности, правда он работает, ну честно говоря, очень-не очень. То есть, по большому счету, когда ты его включаешь, у тебя вообще теряется представление о том, что же происходит вокруг. То есть, по идее, он как должен работать? Ты его включаешь для того, чтобы все хорошо слышать, особенно хорошо слышать человеческую речь. И здесь даже есть технология, которая выделяет человеческую речь. Но это на самом деле работает очень сложно. Если ты подходишь в магазине на кассе и нормально разговариваешь с кассиром, то это значит хорошо. Вот у меня практически ни один наушник этот тест не проходит. Потому что, когда говорит кассир, помимо него, ты начинаешь слышать абсолютно все звуки вокруг, в магазине шумно. Поэтому у тебя просто все превращается в кашу. Так что режим прозрачности, ну он как бы такой, очень на любителя. А что касается режима шумоподавления, мне нравится, как он работает. Я уже сказал, что, во-первых, сами наушники затыкают тебе уши. А во-вторых, он тоже хорошо все глушит. Здесь также есть возможность использовать специальный игровой режим для того, чтобы задержка передаваемого сигнала уменьшалась. Но при этом, как всегда, в этом режиме у нас увеличивается энергопотребление. Ну и практически под каждым обзором наушников спрашивают, а можно ли их использовать по отдельности. Работать ли они как гарнитуру? Ну конечно же, хотите один используйте, второй используйте. И естественно, здесь есть датчики, которые замечают, когда вы наушник высовываете из уха, и музыка останавливается. Кстати, раз мы с вами заговорили про работу микрофона, давайте я прямо сейчас как раз и покажу, как это все дело звучит. Итак, друзья, прямо сейчас вы слушаете работу микрофонов. У нас включено активное шумоподавление. Это Galaxy Buds 2 Pro. Я постучал по этому наушнику, и я постучал по этому наушнику. Вы, соответственно, слышите, как все это звучит. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу работы микрофона. Ну, что вы скажете про работу микрофона? Я бы сказал, что в целом неплохо, особенно когда мы находимся на шумной улице, нормально слышно. Но это не лучший вариант. Опять же, если говорить про эти наушники от компании OnePlus, мне больше нравится, как они звучат. Я, кстати, делал сравнение большое. OnePlus, наушники от Nothing и AirPods Pro 2. Я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Я как раз-таки делал видео на тему того, какие же наушники хорошо бы купить в 2022-2023 годах, с учетом того, что они совершенно разная цена, и мне показалось, что OnePlus как раз-таки оказались самыми интересными. Как-то я поздно перехожу к коробке, но в любом случае наушники поставляются вот в такой коробке. Внутри у нас есть кабель и есть амбушюры. Амбушюры специальные, то есть вы не сможете сюда на эти наушники надеть любые. Вам нужно искать именно подходящие. Естественно, вместе с наушниками у нас поставляется приложение. Вы его можете ставить как на ваши айфоны и на андроиды. Мне нравится, что приложение сразу предлагают установить, когда вы подключаете в первый раз наушники. Это очень удобно. В приложении есть все необходимые настройки и активное шумоподавление, выключение его, включение режима прозрачности. Есть режим обнаружения голоса. Конечно же, есть возможность обновлять прошивку наушников. Можно искать наушники при помощи этого приложения. Также можно использовать эквалайзер. Это хорошо, потому что далеко не во всех наушниках вы можете сами подкорректировать средние, низкие и высокие частоты, ну, чтобы они звучали примерно так, как вам нравится. Ну и, конечно же, самая главная вещь, это то, как они звучат. Еще расскажу, что эти наушники подойдут тем людям, которые, во-первых, плохо слышат, потому что эти наушники работают громко. Это первый момент. Он для меня является важным. Я, мне кажется, уже не очень хорошо слышу звук, поэтому для меня прямо хорошо. Мне нравится, когда звук пробивает. Вот когда ты включаешь Prodigy, и когда начинает звучать бочка, тебя прямо раз вставляет по полной. Вот мне нравится такое звучание. Наушники звучат достаточно агрессивно. То есть это не мягкое звучание, это не аудиофильское звучание, это не звучание, которое заставляет тебя слушать абсолютно все звуки. Нет, это мощное, закомпрессированное, агрессивное звучание. И если ты любишь клубную танцевальную музыку, если ты любишь громкую музыку, если ты любишь, когда музыка бодоражит тебя во всех конечностях, вот тогда эти наушники для вас подойдут. То есть здесь немножечко задраны верха, здесь немножечко задрана середина, и здесь очень хорошо качают басы. Это все немножечко отличается от реального звучания композиции, потому что если мы возьмем наушники с каким-нибудь менее агрессивным звучанием, то там будет все гораздо спокойнее. Но если вы хотите заниматься спортом, если вам важно, чтобы наушники не протекали и нормально относились к вашему поту, если вам важно, чтобы они не вылетали из ушей, и когда вы будете надевать одежду и снимать ее, чтобы одежда не цепляла эти наушники, то тогда, конечно же, этот вариант для вас подходит. Но помните, еще раз скажу очень важную вещь. Уши устают от этих наушников. То есть когда несколько часов эти наушники находятся внутри, у тебя появляется желание просто размять вот этот хрящ. Ну, прямо чувствуешь, да, и ему становится тяжеловато. Конечно же, что касается управления, оно реализовано таким образом, что ты касаешься, и у тебя что-то происходит. Play, пауза и так далее. Тут, наверное, важный момент в том, что когда вот у тебя есть, например, ножка на наушниках, то гораздо меньше вероятность, что ты случайно нажмешь на эту ножку. Не то, что нажмешь, зажмешь с двух сторон, и у тебя произойдет действие. Когда у тебя наушники реагируют просто на касание, то здесь гораздо больше вероятности, что ты просто как-то случайно где-то нажмешь, и у тебя сработает стоп, пауза и так далее. Хорошо, конечно же, что у этих наушников есть большое количество функционала, ты можешь даже менять громкость при помощи касаний, это круто. Но вот то, что у нас все-таки присутствуют ложные касания, это порой не очень приятно. Кстати, в приложении можно настраивать касания и выбирать, что и как будет работать. Ну и что касается стоимости, вообще, когда они появились, они стоили в районе 18 тысяч рублей. Это очень много, это прямо очень-очень много. И я всем вам рекомендую не покупать наушники, которые стоят так дорого. Не, ну если есть деньги, пожалуйста, но вообще это дорого. Что покупать AirPods Pro 2, которые стоят там 17 тысяч рублей больше? Что вот такие наушники на старте за 18 дорого? Сейчас они стоят в районе десятки. То есть есть магазины, в которых вы можете найти эти наушники за 10 тысяч рублей. Вот я бы сказал, хорошо, вот они за 10 тысяч, или OnePlus Buds Pro там за 6, за 7, за 8 тысяч. Или, кстати, еще одна альтернатива, это Huawei FreeBuds 5i, которые тоже очень круто звучат. И стоят, кстати, в районе 6 тысяч рублей. И имеют, кстати, более классический вариант. Поэтому, если вам нравится, что есть ножка, например, у наушников, то для вас подойдут Huawei. Вот эти три пары наушников очень классные по своему звучанию и по своему функционалу. Собственно, на этом все, друзья. Этим наушниками я попользовался с удовольствием. Кстати, интересный момент. Эти наушники мне дал на тест один из подписчиков. Он услышал, что я как-то в разговоре сказал, что хотелось бы протестировать. И он такой, Филипп, давай с удовольствием дам тебе протестировать. Так что большое тебе спасибо за то, что ты меня поддержал. Вообще, друзья, большое вам спасибо за то, что вы периодически снабжаете меня какими-то гаджетами, которые я по какой-то причине там не смог приобрести или достать. И есть возможность вам о них рассказать. Спасибо вам огромное. Вы самые классные. На этом все. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Не болейте, всем счастливые. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok